Пугающая статистика отравлений спайсами уже давно стала обыденной темой и пропала из топ-листов информационных агентств. Но ЧП, которое произошло в Новосибирске около недели назад, заставило вновь говорить о спайс-угрозе не только регион, но и всю страну. Место микрофона. Ну что вы, господа? Я готова. Так, давайте, девчонки. Маленькие Саша, Алина и Алиса дают очередное интервью. Их звездный час пробил 2 октября, когда информационные агентства буквально взорвались сообщениями о том, чем три пятилетних девочки занялись после того, как поиграли с воспитательницей в «Гуси-лебеди». Алина принесла того, похоже на чай. Да, похоже на чай. Малинку мне осталось, они побольше съели. Как подружки поделили между собой с пылу с жару сваренный суп, теперь поди разбери. Но он возымел убойное действие на неотрепшие детские организмы. Мы потеряли сознание. Да, а я не теряла сознание. Я теряла. Теряла, да ты бедная. Если взрослый человек может потерять сознание, а потом очнуться, то ребенок может просто потерять сознание и потом дальше кома и смерть. Впрочем, главный вопрос, который сегодня стоит на повестке дня – откуда дети взяли закладку с наркотической дрянью? Где пакетик-то это с травой нашла ты? Возле дома. Возле дома своего? Когда гуляла. Нет, когда дядя Рёша был. Мама дала, и папа дал, и нашли за беседкой, и возле дома нашли, и дома взяли. То есть вариантов очень много. Это ребенок 5 лет. Для того, чтобы в рассказе пятилетнего ребенка отделить зерна от плевел, следственным органам придется постараться. Отец одной из этих девочек, отравившихся, ранее уже был судим за незаконный оборот наркотических средств. На момент отравления девочек он с семьей не проживал. Устанавливается его причастность к как раз вот тому, что случилось. Если для воспитателя, которая проглядела это ЧП, прошедшая неделя началась с выговора, то к концу все завершилось возбуждением уголовного дела по халатности и увольнением по собственному желанию. Я думаю, что это просто случайность, ситуация случайная, потому что воспитатель, она находилась на рабочем месте, она просто не увидела. Она просто не ожидала этого увидеть. Еще раз хочется призвать к бдительности буквально всех, от сторожа до воспитателя, именно за ответственность за жизнь и здоровье детей. Впрочем, для Надежды Капаевой, начальника городского управления образования, общий призыв к бдительности стал только легкой разминкой. Обязательно мы вменяем в обязанность проверки территории образовательных учреждений. Дальше больше. Где-то даже мы будем требовать проверки вещей, одежды, детей, которые сегодня приходят в детский сад. На несмелый вопрос журналиста, насколько это законно, Надежда Николаевна отвечает также неуверенно. Ничего криминального вот в этом я не вижу, а наоборот считаю, что это будет такая дополнительная общая работа именно в помощь сотрудникам детским садам в том числе. Зато совершенно определенно относительно этого ноу-хау высказались представители общественной организации «Гражданский патруль». Вчера мы пикетировали мэрию города Новосибирска, наши активисты, с протестом против введения досмотров и проведения вот этой кампании, я бы назвал это так, «Компанищины», которую организовали с досмотром детей на предмет наличия наркотиков в детских садах. Но когда волна кампании еще не спадет, сама проблема скорее останется. Ну, кокаинограмма 4, травы кратка 3 сразу, да. Марок штучек 10 обязательно. Ну и по мелочи, там амфетаминчику, эфирчику. Список дури, которая когда-то помогала Масяне справить день рождения, сегодня явно устарел. Эксперты называют это не иначе, как структурной перенастройкой наркорынка. За 8 месяцев текущего года управлением из незаконного оборота изъято 246,5 килограмм наркотических средств. В том числе синтетических наркотиков изъято 133 килограмма, что составляет более 82% роста. Одни из первых случаев употребления курительных смесей в Новосибирске стали фиксироваться в 2008-м. Расскажите, что у вас есть? Гуа Спирис, Нирвана, Джараш, Спайс Даймонд, Спайс Микс, Спайс Тропикал, Гуа Микс, есть Джин. Они абсолютно безвредны? Ну, если использовать их по назначению, то они абсолютно безвредны. Формально назвать наркотиком то, от чего город в конце нулевы сходил с ума, было нельзя. В состав данных смесей не входят наркотические средства и психотропные вещества, оборот которых на территории Федерации запрещен либо ограничен. Только 31 декабря 2009-го часть курительных смесей была внесена в перечень наркотических веществ, запрещенных к обороту. Но еще несколько лет к ряду химики шли на шаг вперед наркополицейских, выдавая на гора все новые и новые активные вещества, формально не попадавшие под запреты. 3 февраля текущего года были внесены определенные изменения. Теперь любое вещество, которое изымается у гражданина, отправляется на экспертизу. И если экспертиза покажет то, что данное вещество способно нанести вред организму, то в таком случае оно признается вне закона на территории Российской Федерации. Эта новация в определенном смысле стала прорывной. Впрочем, победить многоголовую гидру будет непросто. Синтетические каннабиноиды уже перестали продавать открыты, к примеру, из машин. Теперь рынком ролят виртуальные продажи, онлайн-оплаты и закладки. Одна из которых и оказалась в гастрономическом наборе маленьких кухарок. Вы же что-то варили, по-моему, да? Да, пирожник, чай, суп, кашу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова